всем привет для понавлоценного создания игры необходимо изменение чувствительности мыши это для корректного управления персонажем и так далее то есть у каждого человека свое так скажем видение как должна двигаться мышка при управлении персонажем давайте это создадим для начала мы сделаем виджет blueprint которым пропишем в общем основные значения да то есть там будем изменять и это вы можете прописывать у себя в настройках но я просто создам отдельный виджет которым будем это изменять давайте наберем VG sensitivity и в нем как раз таки будем создавать так давайте сразу накинем canvas panel так в левом углу сделаем оверлей пусть будет так накинем туда border сделаем цвет чуть-чуть прозрачность я думаю достаточно кинем сюда слайдер слайдер мы сделаем где-нибудь посередине да и какую-нибудь кнопочку на закрытие данного виджета пусть будет так x так слайдер давайте настроим для этого необходимо встал во первых здесь можем увеличить ширину самого слайдера да ну и соответственно самого тхумба то есть ширину и высоту вот так прям чтобы было все видно все отлично он давайте увеличим тоже вот так шикарненько так ну и для того чтобы при движении и так далее мы не получали таких значений до 50 на 110 мы выставим везде на hovered на normal и disable то есть ну дизейбл нам особо не нужен так все равно пропишем окей теперь на слайдеры мы пропишем он валью ченджет нажимаем плюсик и кроме этого давайте сначала пропишем на construct некоторые действия ну во первых зайдем самого персонажа которым мы создадим переменную это у нас это у нас будет как раз sensitivity переменная типа float компайл давайте значение поставим равной 0 2 просто чтобы она изначально у нас было такое значение теперь переходим виджет и здесь мы давайте получим get player character сделаем каст на нашего персонажа это в данном случае for person character из него вытаскиваем нашу переменную которым мы только что создали так только надо вытаскивать get sensitivity ну и так давайте создадим на нашего персонажа промоуту верой был чтобы мы здесь могли делать быстрые ссылочки это значение мы должны так ну давайте даже нет выставим не 0 2 персонажи ки давайте пусть будет единица ему достаточно ну или больше даже можно выставить здесь мы сразу тоже создадим переменные до сенситивити это значение типа вот сейчас у нас подтвердил что будет изменение так делаем дубликат и заместо начального давайте max sensitivity это будет значение sensitivity сделаем компайл да будет нулевое значение max sensitivity ну я не знаю давайте выставим в районе 300 там каждый по-своему будет регулировать необходимые значения теперь из нашего персонажа к мы делим значение на max sensitivity и это у нас получается значение sensitivity который уже находится здесь виджете то есть мы здесь уже прописываем полученное значение которое будет как раз таки регулировать так теперь давайте наше on change value когда мы будем изменять наш слайдер будет происходить действие да это во первых мы должны вот этот sensitivity который здесь у нас виджете прописан давайте его сразу запишем вытащим нашего персонажа который мы здесь сделали переменную вот выше и из нее вытаскиваем получается set sensitivity нашим персонажем мы как раз таки будем записывать ну а что мы будем записывать будем записывать изменения значений в данном случае мы должны умножить то что у нас на слайдеры а у нас на слайдере от нуля до единицы будет значение то есть мы это умножаем на max sensitivity то есть максимальное значение которое должно получиться то есть если мы умножим максимальное значение реального слайдера на max sensitivity у нас получится максимально 300 то есть которые мы выставили ну и на всякий случай как обычно в любом случае прописываем clamp мало ли что произойдет а клэмп нас ограничит так и max подключаем max минимальное значение у нас будет единица иначе произойдет какие-то проблемы мы не сможем двигать мышкой так ну на этом все да дальше дальше нам необходимо всего лишь будет прописать закрытие нашего окошечка это во-первых мы должны прописать get player controller то есть мы должны вызвать отобрать отобрать у нашего у нашей мышки курсор в данном случае и далее уже передать input на игровое движение так скажем ну а далее мы уже должны удалить наш виджет теперь мы вот это скопируем эти два две ноды и давайте на персонажики создадим на буковке z допустим или x допустим 1 z чтобы при нажатии и у нас выходил виджет чтобы при нажатии чтобы мы могли как раз таки там необходимые изменения составлять выбираем наш виджет sensitivity далее делаем это viewport вставляем то что мы скопировали оттуда это мы сейчас выставляем нашу мышку чтобы мы ее могли видеть когда мы создали виджет и показали его мы показываем дальше видимость мышки ну и естественно input на наш UI мы тоже можем подать ну давайте его закинем переключим look always теперь если мы скомпилируем зайдем на в игру то есть мы вот максимально можем двигать мышкой как говорится нажимая z у нас выходит виджет и давайте кстати чтобы мы видели что вообще там регулируем давайте print string напишем в самом виджете на on value которое значение мы получаем мы сейчас будем видеть на экране как вы видите до максимальное значение 300 минимальное значение единица но это у нас ничего пока не работает то есть как двигалась мышь так она и двигается если вы видели один одно из видео как мы переделывали структуру управления с четверки на новую которая появилась у нас 51 это вот вот эта штука вот ранее она выглядела вот так но в 51 мы можем уже с одной с одним значением так скажем одной нодой управления делать что нам необходимо во-первых мы должны значение x допустим умножить на наш sensitivity да который мы создали здесь переменную и который мы записываем виджете вот она и далее кроме этого нам необходимо еще умножить на ноду get world data second иначе при delta second точнее иначе при перемещении да то есть при движении у нас не будет учитываться fps и так далее то есть значение будет различные у одного человека допустим на видеокарте там десять тридцать будет одно значение изменения у человека на сорок девяносто допустим изменения другие вот это как раз таки у нас будет совмещать одно и то же создавание так скажем так теперь вот это мы скопировали и сюда и на y и на x и теперь давайте запустим посмотрим так теперь как видите я мышкой ввожу туда сюда и у нас очень малое значение перемещения это минимальное значение единица вот она то есть вы можете выставить какое-то значение и это будет очень очень сильно регулировать и кстати у нас немножечко персонажики при создании что-то не проходит корректно чуть-чуть изменим во-первых я забыл нам необходимо степсайз увеличить чтобы мы корректно могли отображать тысячи сотни единиц перемещения это нам не нужно давайте выставим десятки во-вторых нам нужно еще на value на bind поставить наши перемены sensitivity это все в виджете иначе то что мы получаем с персонажа вот здесь да то есть с персонажа мы должны записывать sensitivity но у нас слайдер не может уже видеть какое значение ему выставить при создании виджета давайте проверим еще разок перейдем сюда как вы видите да с самого начала у нас значение минимальное давайте выставим где-то в районе середины закроем вот такое движение резкое открываем снова виджет и у нас на том же месте если мы выставим где-то вот здесь у нас прописывается необходимое значение то есть мы по сути сейчас можем определить сколько нам нужно и записать персонажа мы sensitivity изначально поставили в персонажа единица но для корректности давайте выставим где-то 50 пусть будет и проверим как это будет работать вот даже 50 в принципе уже приемлемо и когда мы открываем он у нас уже не с нуля не с единиц так скажем начинается а где-то где необходимо а на этом все в общем всем спасибо до скорой встречи всем пока 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 не не пока не пока не пока